Я хочу вам дать небольшую табличку. Знаете, она такая условная. Для того, чтобы где-то вот в голове, да, все немножечко легло на полочке. То есть вот шелк, да, шелк. Это то, что шелкопряды дают волокна. И вот то, что нам дают шелкопряды, это вот шелк все. В итоге для войлока, вот нас интересует шелк для войлока. Мы используем шелковые ткани, их много. И шелковые волокна, их тоже много видов. Ткани мы можем использовать в нуно-войлоке и для декора войлока. То есть в нуно-войлоке, это может быть классический, да, когда мы полностью поверхность ткани выстилаем шерстью. С одной, можем с двух сторон положить ткань, да, типа сэндвича. Можем сделать какие-то фрагменты. Можем, ну вот, как бы у нас всегда присутствует ткань, полностью закрытая шерстью. Ажурный, да, где мы выкладываем шерсть кусочками. Либо это префелт, либо это пасмочки шерсти. То есть это дает ажуры. И прорезной, когда мы прокладываем блокираторы и потом разрезаем. То есть это варианты нуно-войлока. И плюс ткань может работать в качестве декора. Из нее можно делать фактуры, рисунки, а можно делать шелковую бумагу и аппликацию. И придумано это не совсем недавно российскими мастерами, а придумано это больше 20 лет назад. Об этом мы еще поговорим. Вот, соответственно, волокна мы можем использовать точно так же. Для фактурного войлока, для рисования волокнами шелка, для создания рисунков, орнаментов. Мы можем из волокон делать для аппликации шелковую бумагу. А можем, кстати, миксовать волокна с тканью. И тоже получается очень красивая шелковая бумага, которая дает потрясающие эффекты. И ткани, и волокна мы можем использовать еще для стабилизации войлочного полотна. То есть мы можем прокладывать отдельным слоем, можем прокладывать между слоями, можем стабилизировать какие-то места и фрагменты. Вот сейчас это стали много использовать в обуви, когда можно проложить волокна. Потому что, допустим, волокна шелка, чесуча – это самое прочное волокно. Раньше в Китае и в Японии считалось, что одежда из чесуча всегда переживает своего владельца. То есть это то, что передавалось по наследству. То есть такие волокна имеют смысл использовать и в обуви, и в одежде на тех местах, где пронашивается быстрее. То есть и ткань, и волокна подходят для стабилизации. То есть вот по этой табличке видно, что некоторые функции, они пересекаются. У нас про техники очень много сделано. Александр Васильевич Пилин прекрасно сделал систематизацию тех приемов, которые мы можем использовать при войлок-валянии. Есть вообще, есть примеры именно систематизации. А вот шелк в войлоке, пока никто этим, кроме меня, не озадачивался. Поэтому я вот какую-то часть вот этой своей систематизации хочу вам предложить, чтобы это у вас закрепилось. Потом будет легче ориентироваться. Особенно для новичков. То есть вот для чего мы можем применить шелк? Сразу понятно по этой табличке. И то, и другое. И если и ткань, и волокна мы можем применить для одних и тех же целей, значит, они взаимозаменяемы или могут совмещаться в одном изделии. То есть тут, в общем-то, все очень просто. Вот. Вообще, для войлока, для шелка в войлоке последние 30 лет это грандиозное время, потому что, как вот 30 лет назад придумали, два мастера из Австралии, из Японии, придумали Нуна Войлок. Об истории Нуна Войлока, я уж не буду сейчас подробно. Так, в общем, как бы развитие этого направления, оно просто понеслось. Стали использовать текстиль с шерстью. И причем вот в 90-х годах прошлого века, первое десятилетие этого века, это было действительно очень-очень много технологических открытий. То есть вот книги начала 20 века, да, вот до 2010 года, если смотреть книги, которые издавались в Америке и в Западной Европе, ну, преимущественно даже, это Англия и Соединенные Штаты были, издавали очень много литературы, ведущих на тот момент мастеров. Вот там уже были предложены, подробно причем расписаны и все приемы технологические, иллюстрированы прекрасно, и все сочетания материалов. То есть сейчас на самом деле, скажу я вам честно, что за последние 10 лет изобрести нового, вот реально никто не изобрел. Если хорошо знать историю Войлока, все, что идет сейчас, это просто авторские доработки существующих вот уже ранее изобретенных вещей. И не в обиду другим мастерам. Я очень уважаю и ценю их труд. Но когда мы смотрим иллюстрации в книгах 10-15 летней давности, это все уже было. Но сейчас огромную работу ведут мастера. И просто вот эти же вещи, конечно, умеют делать, может быть, чуть проще, может быть, чуть качественнее. Точно так же я училась на этих примерах. Я считаю, что это книги, это вот моя книжная полка художника, я об этом много говорю в минутках, об Илоке. Это книги, по которым лучше всего начинать. То есть это столько примеров, это такой простор для фантазии. И дальше уже можно отрабатывать свои навыки, продолжать свои эксперименты. Но это отличная база. Потому что, ну вот видите, вот оно уже было тогда и прорезное, и разные наслоения, и использование разных фактур, и тонкими полосочками, и шелковая геометрия 2009 год, когда использовался шифон и волокна. И вот, к примеру, тоже, да, это вот все книги Шейла Смит. Да, то есть вот, пожалуйста, и соты, и сетки со всякими фактурными нитями. Три книги Шейла Смит. Вот посмотрите, там они были на первой фотографии, да, очень вам их рекомендую. Прекрасная Кэфрина Лили, прекрасная книга «From Felt to Fabric». Потрясающая книга, тоже в ней такое количество приемов, особенно много, она вот такой войлочной аппликацией занималась, и шелковой бумагой. Да, то есть тогда, кстати, особо никто и даже не пытался войлок привносить синтетику, потому что войлок – это натуральная, натуральная шерсть, дышащая. Как только добавил в нее синтетику, дискредитировал само понятие натурального, да, поэтому развивались именно с натуральными волокнами. Обсайклинг, то есть как бы использовались старые какие-то ткани, лоскутки. Вот у Кэфрина Лили, у нее прекрасная эта книга, если она вам попадется на глаза. Вообще все книги эти сейчас очень легко купить на Амазоне, к примеру. И даже с доставкой в Россию, сейчас в России все все продают и поставляют, и это не так дорого обходится. И, кстати, у Кэфрины, у нее прекрасная система вот трансформеров. То есть вот на таких простых примерах она показывает, как вот практически кусочек войлока, как его можно применить по-разному и по-разному носить. То есть, ну вот, пожалуйста, это уже было все 10 лет назад. И, конечно, еще книга, которую, ну просто вот... Это человек, которого, ну, если бы я могла боготворить другого человека, другого мастера, я бы, наверное, так вот относилась к Лизе Кьютону. Потому что по крупному счету мы все стали валять одежду благодаря ей. Да, у нее еще эти выкройки были с прямыми плечами, в основном какие-то размахайки, но Нуна войлочную одежду интересного дизайна, необычную. Первой стала делать она, и на тот момент, это, по-моему, 2006 год, она выпустила вот эту книгу, которая «Вылочный мир» просто вот взорвала тогда, да, потому что это было открытием. И дальше все идут. Ну и, собственно, вот, ну, как бы вы посмотрите, да, вот эти вот болтающиеся хвостики тканей, да, там рельефные элементы такие. Это все сейчас повторяется. Это все сейчас, ну, как бы, может быть, более тонкая шерсть используется, поэтому фактуры выглядят чуть-чуть по-другому. Но все это было уже тогда. То есть я настоятельно рекомендую вам, для того, чтобы получить вот действительно хороший толчок в «Вылочном развитии», обязательно листать вот эти книги. Очень много литературы, и я у себя в блоге пишу об этом, минутках о «Вылоке», про многие книги рассказывала. То есть практически вот книги до 2010 года по «Вылоку» и по «Нуно-Вылоку» – это такая сокровищница. И вы будете черпать оттуда идеи, вдохновения дальше, дальше. Это я вот просто сейчас вот несколько книжечек, на большее времени нету. Ну, послушайте, там можете почитать, в блоге еще найдете. Вообще, как бы с волокнами шелка, ведь появляются все время новые материалы. То есть вот если шелковую ткань, да, и 30 лет назад уже пытались приваливать, что у нас очень позитивно изменилось за последние 8-9 лет, появилось больше материалов для работы, потому что мы стали использовать все, абсолютно все виды волокон, вплоть до самого какого-то очеса дешевого, который раньше выкидывали просто. Он шел там, может, куда-то как наполнитель. Мы научились это дело использовать. Вообще, как бы, материалы, они ведь возникают для валяния совершенно внезапно. Когда в 2010 году я увидела красивую пляжу, микс шелка-муга, вот этот золотой шелк-муга, его вообще в войлок не использовали. Я купила эти красивые золотые волокна, которые использовали только пряхи, и попробовала. Это был эксперимент. Вот это вот самая первая войлочная вещь в мире, которая была сделана шелком-муга, потому что до этого времени его никто не применял. Это был показ, по-моему, на ладье. Я сделала полностью тунику золотую вот такую. Ну, конечно, посадка тогда была другая, как бы далеко. Вот сейчас я довольна дизайном, но я недовольна качеством, да, потому что за столько лет все изменилось. Но это вот была вообще первая вещь войлочная с этим шелком. И, естественно, как бы, я рассказала всем коллегам, потому что это было открытие. Да, этот материал, он прекрасно пошел в работу, и сейчас его все используют, потому что это восхитительный шелк. И сейчас он, я сама его применяю уже по-другому, потому что я научилась с ним получать совсем другие эффекты. Потому что тогда мне казалось, что золото на белом – это прекрасно, это гармонично, а вот сейчас мне больше нравится золото на черном. Да, и можно делать вот такие необычные вещи. Вот, кстати, тут опять-таки хочу поговорить с вами о том, как меняется со временем, трансформируются отношения к каким-то моделям. Вот воротнички, всякие разные горжетки, которые в России так вот валерьщицы назвали, сначала пренебрежительно капустные шарфики. Ну да, вот со всякими разными оборками. Они же могут быть абсолютно разными. Можно играть с базовой моделью до бесконечности. Вот эту модель саму придумала английский дизайнер Лиз Клей. Фантастически талантливый человек. И вот это только три варианта из того многообразия вот этих вот ruffle scarves, да, вот оборочных вот этих вот шарфов. Какие-то из них там вот едва подвалены, это прямо как пух, как птичье перо, какие-то более грубо сделаны, какие-то шибари сделаны. То есть у нее столько было вариаций на эту тему. Изначально это планировалось как очень такой дорогой аксессуар к вечерним платьям, всяким нарядам. Конечно, в России, да, мы женщины по большей части, все рукодельницы более практичные. И эту модель стали делать, стали использовать. Спасибо, Лиз, она дала как бы схемы раскладок. Да, самое главное, то, чего мы не знали, она поделилась с нами, она дала схемы раскладок в своих книгах. И мы стали валять эти шарфики. Но для меня вот, допустим, в этих шарфиках очень важно, чтобы они были тонкими, но такими плотненькими, упругими, и имели вот этот вот краешек в ниточку, прямо такой вот, как будто бы он порезать может, тонюсенький-тонюсенький. И когда уже многие знакомые коллеги мои говорили, ой, ну ладно, это устаревшая модель, она никому не нужна, эти шарфики капустные, они так надоели. А я сваляла серию этих шарфиков специально ярких, насыщенных, чистых таких броских цветов. И с моей подругой моделью Аней, она работает в Доме моды, она эксперт. Мы с ней решили сделать фотосессию, простую, я вообще, кстати, предпочитаю студийным сессиям, я вообще люблю делать одежду для жизни, аксессуары для жизни. Я предпочитаю съемку в реальных каких-то жизненных условиях, да, не на подиуме, не в дорогой студии, где как бы модель, она как часть интерьера, а вот просто в жизни, в парке, в городе, в кафе. То есть вот я считаю, что войлочные вещи, они достойны жить, жить реальной жизнью. Ну вот мы с Анечкой отсняли такую фотосессию с этими шарфиками. Девушка, она модная, она очень следит, то есть она носит дорогие брендовые вещи. Вообще ей 40 лет, она мама двоих детей, старшая дочка у нее художник, взрослая уже девочка. Вот мы отсняли вот так. Эти шарфики, оказывается, могут быть деталью ультрасовременного гардероба молодой цивилизованной горожанки. Не просто вот там что-то старомодненькое такое, а вот ультрасовременное. То есть вот, пожалуйста, и шелк, да, обилие шелкового декора на этих шарфах, оно сразу эту вещь делает такой, ну, более статусной, более дорогой, да. И надо заметить, что у меня на шоу, я не участвую в маленьких ярмарочках, ну, просто не хватает времени там, и я считаю, что дорогие вещи люди не покупают, ну, как бы в уличных палатках, да. С дорогими вещами люди приходят туда, где, ну, хорошее шоу такое, да, вот, и покупают женщины, которые, в общем, знают толк и в качестве, и в стиле. Вот, то есть вот, пожалуйста, да, такая вот простая вещь, она может быть ультрасовременной. Войлочные вещи вообще хороши тем, что если вы делаете что-то, даже с таким, ну, вот пэтчворк, допустим, да, сейчас пэтчворк в моде, но тут очень важно, как бы, думать о фасоне, чтобы он мог играть в разной стилистике, да, то есть, ну, видите, что, да, и с жемчужными украшениями, и с палантином, да, этот топ, а с другой стороны, он может быть с кожаной пельмезью. И тоже это актуально, да, и тогда на первый план яркая татуировка моей модели выходит. Но вещь может быть приемлема действительно для разного гардероба, в разных стилях, для разных возрастов. То есть вот тут, как бы, шелк, он тоже играет свою роль, потому что это всегда, шелк – это показатель качества и, в общем-то, показатель статуса. Да, то есть, как бы, вот, шелковые вещи любят носить те, кто ценит качество жизни. Кто заботится о здоровье, кто понимает, кто знает толк вообще в качестве вещей. Вот, кстати, вот это платье у меня, да, я за свою жизнь войлочную сделала четыре платья на эту тему. Они абсолютно не повторяются, они как бы просто в теме. Это войлочный пэтчворк тоже, это подобранные лоскуточки, но тут лоскуточки разложены вместе с волокнами. Вот это платье, оно было уже вообще тонюсенькое-тонюсенькое, и я ее делала для своей заказчицы постоянной, которая живет в Израиле. Она достаточно известный человек, она много ездит по миру, все. Но вот она говорит, что в достаточно жаркую погоду, ей в этом платье не жарко, она чувствует себя в нем абсолютно комфортно, и при этом она чувствует себя всегда неповторимой. То есть, вот опять-таки, это многообразие войлочных лоскуточков, вот, и самое главное, что хорошо, что эти лоскуточки, они разные по толщине, по способу нанесения рисунка, и они дают разные фактуры. И вещь такая играет вообще фантастически. Ну, вот, кстати, вот относительно классического нунафелтинга, вот тут шелк, да, я его очень люблю использовать и для достаточно теплой такой одежды. Это демисезонные куртки, это тоже, по-моему, в 15-м году у меня серия была, несколько курток. Кроме трикотажа, да, вот все войлочные детали, это нунафелтинг. Да, то есть это шелковое полотно, поверх шерсти, а изнутри они все выложены, подкладочный слой шелктасов. Это мой любимый материал для подкладки. Это я вам иллюстрирую ту схему о применении шелка, вот то, что я говорила в самом начале. То есть показываю это на живых своих работах. Вот это уже как бы вот ажурные техники. Это не прорезные, это ажурные техники. Вот у меня даже такой мастер-класс есть там проснут, но тоже вот эти вот листочки, то есть способ, да, как бы вот как это получать, да. Такие палантины делаются быстро, легко, причем у меня там есть своя система быстрой заготовки вот этого вот рисунка, чтобы, ну, раскладка занимала там буквально считанные минуты. Вот так вот можно, да, тоже играть. Тонировать шелк, тонировать, ну, как бы, красный, крашенный шелк, да, уже окрашенный шелк, приваливать к однотонной шерсти, и получаются очень-очень тонкие переходы, но они так эффектно смотрятся. Вот. Или, ну, вот такие вот варианты, да, как бы тоже вот можно играть. Хорошо, что у нас появился маргелланский шелк, потому что шифон, конечно, он не такой тоненький. И вариантов, вот, ну, сколько тканей, сколько типов волокон, столько же, только в квадрате, да, будет способов их совмещения. То есть тут как бы прогрессия такая, тут, ну, бесчисленное множество вариантов практически, да, того, как можно играть шелковыми волокнами. Поэтому, когда говорят, что, ну, вот, там, заменим вискозы, и вискоза в пять раз тяжелее, и скрипит на ощупь, и любой знающий человек сразу понимает подмену. То есть вот, ну, мало того, что это неэтично, но вы просто никогда не обманете опытного покупателя, и вы потратите одно и то же время. По времени абсолютно столько же требует работа с вискозой, сколько работа с шелком, вы потратите столько же денег, потому что дешевые волокна вискозы, казалось бы, дешевые по весу, они в пять раз тяжелее, но вам их надо, соответственно, в пять раз больше. То есть все то же самое, а вещь, ну, кому не скажи, когда рассказываешь покупателю, да, допустим, что это натуральный шелк и натуральная шерсть, или, ну, вот эта натуральная шерсть, и вискоза, вы не заставите никого заплатить за вискозу столько же, сколько за шерсть, да, сколько за шелк, хотя работа сделана столько же. То есть вот этот вот момент, его, конечно, надо понимать, ну, а когда для себя, ну, елки-палки, свое здоровье, оно, свое здоровье своих близких, любимых людей, оно важнее всего на свете. Конечно, шелк, он имеет очень много полезных качеств для человеческого организма, не только для кожи. Шелк сам по себе прекрасный, смягчающий для кожи материал. Шелк – прекрасный антисептик. В волокнах шелка, то есть даже уже в обработанных, даже прокрашенных тканях сохраняется та минеральная база, которая вот как бы все равно через кожу, она воздействует на наш организм. То есть шелк очень полезен. Ну, не говоря о том, что в нем ни жарко, ни холодно, и, ну, как бы кожа дышит, не потеет, но это вот уже как бы понятные и всем известные свойства. К сожалению, сейчас я бы хотела рассказывать, я могу об этом рассказывать часами. Я так люблю шелк, это вот просто такое, знаете, тихое сумасшествие. Но... Продолжение следует...